всем друзья привет сегодня решил вам улицу для гаража поснимать остановка гараж называется здесь такая статуя здесь находится отель вот сегодня хотел вам такую улицу поснимать потому что прогулки я заметил много просмотров набирают очень много последний ролик 900 просмотров набрал за день буквально там же 500 просмотров было кому-то да не нравятся прогулки я соглашусь они не интересны но если они набирают много просмотров я готов их снимать хоть каждый день главное что просмотры набирались да и подписываются тоже хорошо так потому что это прошлый раз я снимал там где-то пять человек подписалась за один ролик это хорошо кстати когда я такие ролики домашние там или шоке не снимать никто не подписывается друзья здесь такая улица там левый берег идет улицу павлова у меня просили снять много как и улиц просит снять еще куда-то за байкальскую за байкальскую улицу где возле тольцов где-то там тоже просили поснимать где-то там далеко а в зверсовхозе за байкальской улице зверсовхозе я друзья поснимаю только у меня сейчас не знаю может езжу поснимая если бы кто мог увезти до туда а зверсовхоз раньше там санаторий был зверсовхозе я там один раз был но друзья все кто мог увезти в зверсовхоз за байкальскую улицу там а поснимал сейчас мне надо до заправки сходить я до заправки вам поснимаю просто не надо было сходить я решил думать у зря пропадать контенту думаю сходить допустимой для вас вот здесь на ран так вот все выглядит на ран здесь есть этот там валенки продают суконный суконный комбинат наверное суконный там суконки продают и этот как у валенки там продают одежду обувь оптом розницу даже ну не знаю сейчас валенки там продают или нет но раньше здесь валенки продавали сейчас конечно здесь все изменилось здесь уже никакие валенки не продают здесь более вещи уже начали сейчас все сейчас все видите как бы бизнес чтобы сделать они из китая заказывают вещь да и цену наценяют и продают на бизнес короче делал чтобы это просто это так короче не выгодно и самому какие-то вещи делать то это вообще не выгодно выгоды никакой нету так что вот сейчас видите бизнес как делают вещи берут сами раньше то сами вещи делали и продавали при те же валенки раньше делали и продавали сейчас этим видите уже никто не хочет заморачиваться потому что во первых надо покупать будет там товар какой-то ткань бойлок специально покупать надо потом эти надо валенки будут сделать а так легче вещи с китая заказал и все цену наценил делаешь продажи идут все хорошо так у тебя не был бы сегодня у нас 22 число 22 сегодня выглядит все было нуде кому нравится уланды так а легонькая прогулочка сегодня будет до заправки на улице барсоевой виадук улица барсоева не знаю какая там точно идет но это улица вся барсоева идет просто вам сниму пусть посмотрите если друзья прогулки набирают столько просмотров большинства случаев я да буду прогулки снимать чтобы мой канал как бы раскручивался и это здесь у нас тоже отель какой-то находится на том что сауна находится можно там сауне отдохнуть люди там сауне отдыхают но я бы сюда в сауну не поехал на остановке гараж сауну бы не поехал надо если ехать так нормальную сауну убирать кайфовую такую а тут она конечно какая бы сауна просто бассейн большой сделал там да и все хлорки вам туда напишкают да с хлором все помоют как говорится и вы потом будете на там будет вообще да опасно сейчас бассейны где-то купаться в бассейн даже сейчас захотите где-то поплавать в бассейне зимой даже у нас есть конечно у ланды где можно записаться в бассейн вас там плавать научит это будет все не очень потому что я думаю что все равно бассейн моют какими-то химическими средствами что вы потом заболеете кто-то говорит что типа вода хлорина хлорированная идет в бассейнах но вода хлорированная она в принципе вам ничего не сделать у вас никакого заражения не будет чесаться ничего не будет но вода хлорированная она ничего не влияет а вот бассейну вы моют чем химическим вот этим средствами которая ну вообще опасны для организма вас там вообще будет и печень разрушаться и все на свете химия любая она как бы это же радиация идет какая-то доза излучения идет химия она и на той химии это целая таблица менделеева так что в бассейны лучше не ходите и ванны лучше не мойте с пимолюксами этими всякими тоже ванны раньше люди пимолюкс брали которую раковины мыли на кухне и брали получается их в этот какого ванны мыли это все опасно друзья сразу говорю потом у вас будет всякие грибки даже если у вас ничего не будет но у вас просто будет чесаться все то есть кожа она будет вызывать там какой-то дерматит или шучу нибудь это очень опасно даже если с кожей будет все в порядке и ничего тесаться не будет это все равно влияет там на гормональную систему или еще на чу нибудь ну короче лучше вообще вообще все сейчас химия идет в принципе даже голову шампунями мыть и то опасно тоже говорит я врача смотрел на ютюбе он рассказывал что лучше хозяйственными мылами мыть но хозяйственными мылами вы вымоете голову она как бы знаете это будет невкусно пахнуть сами знаете как хозяйственное мыло можно чуть-чуть геля для души капнуть на голову чуть-чуть совсем и вымыться хозяйственным мылом и все и у вас как бы дозы не будет сильно большой вот это химической и все будет хорошо ну чуть-чуть хозяйственным мылом помылись во-первых хозяйственным мылом она хорошо вымывает все ваши вы потеть не будете меньше если кто не знал я хозяйственным мылом тоже мылся когда-то меня потом пахло я не знал что делать ну когда после спорта придешь потом пахнет ты не знаешь что делать а хозяйственным мылом бац-бац помылся чуть-чуть потом какого-нибудь геля для душа капнул не сильно много там капельку ну чтоб перебить запах хозяйственного мыла и все и у вас бы все а так да друзья это все опасно как бы лучше не мойтесь хорять ими всякими вот этими химическими средствами это все очень полезно ну а здесь у нас клуб единоборства находится дзюдо дзюдо там чё-то джипон какой-то идет джипон или дзюдо джипон какой-то там стиль стиль какой-то вообще можете еще здесь ушу позаниматься здесь ушу кстати преподать ушу это почти этот какого как кунг-фу почти идет ну то есть там больше не кулаками дерутся а как бы больше от ударов уходят и у них как бы знаете как идет противник на вас бежит а вы просто от удара уходите противник сам спать ложится сам падает короче можете бошку там разбить еще чего нибудь ну то есть вот такой стиль кстати мне он очень нравится кстати вообще прикольно ни с кем драться не надо просто там учат тебя хорошо уходить от ударов это вот стать очень полезно если вы хотите тренироваться то там каким-то одним боксом заниматься не получится это надо будет заниматься тремя стилями какими борьбой там потому что в боксе в боксе тоже надо быть стойким чтобы у вас ноги были хорошо накачены и икры хорошо накачены были чтобы в борьбе хорошо тоже и некоторые люди и занимаются борьбой и боксом сразу это все потому что очень полезно а одним боксом будете заниматься тоже ничего толку не будет потому что ну это тоже как бы да почему сейчас люди занимаются смешанными единоборствами потому что смешанных единоборств там и дзюдо и ушу и там какие-то приемы со всяких и каратэ там и все и крафт мага там все короче есть смешанные единоборства это как бы смешанные там как бы вашу волю и волю дрессирую чтобы страха у вас не было потому что когда в бою вы будете даже очень сильным там да у вас будут мышцы хорошие там еще что то но если вы будете бояться да вот например вы с кем то хотите подраться а вы боитесь то лучше конечно ни с кем не драться сразу страх он все портит он вас во первых энергии отнимет во вторых вы бой проиграете и потом будете еще хуже в депрессию как бы для любого мужчины если он бой проиграет это для него как бы плачевно будет вот друзья как бывает так что если у вас страх есть то вообще ни с кем никогда не деритесь лучше уходите от драки от любой потому что страх он вас пролизует и сюда же вы будете там сильным есть люди которые не сильно сильные но не сильные но они как бы уверены в себе и у них страха нету и они даже вот не сильно никуда вроде бы такой слабый но они как двинут вам то все можно упасть есть люди которые тренируются да там где-то боксом карате занимается а есть люди которые вообще не тренируются и побеждает то есть занимаетесь вы чем-то или нет это все фигня главное это еще внутри побороть свой страх потому что страх он как бы ну вы себя сравниваете с противником когда у вас страх возникает вы думаете а победю я его или нет а когда у вас страха нету вы полностью концентрируетесь на себе полностью сосредотачиваетесь и побеждаете а страх он всегда портит вас как бы ну энергию не в то русло просто у вас энергия уходит в страх а когда надо драться да сконцентрировать всю энергию а вы уже как бы не сможете вот такие дела друзья так что друзья будьте аккуратными ни с кем лучше не делитесь ну или нафиг с кем-то драться вот такая улица сегодня была поснимал для вас остановка гараж здесь виадук идет там не знаю может там будет интересно сейчас посмотрим сколько бензин стоит здесь чтобы вы знали дизель уже стоит 63 рубля 70 копеек видите какой дизель дорогой а что здесь дизель дорогой дизель он обычно должен быть дешевле как понимаю из-за этого раньше дизельные машины и брали вот что-то вообще бензин какой-то дорогой бензин дешевле даже 95-й стоит 57 рублей 60 копеек 92-й делают 50 но говорят что 92-й это разбавленный 95-й из-за этого даже если у вас машина употребляют 92-й бензин покупать всегда 95-й да вы переплачиваете чуть-чуть но он лучше он лучше круче да сейчас видите вы не поймете где нормальный бензин где нет так что ну есть может быть где-нибудь заправки хорошие сотый бензин стоит 7 7 что что-то 7 100 71 рубль короче 71 рубль сотый бензин стоит я не знаю сотый может быть получше бензин я не знаю то есть можете сотый себе бензин заливать здесь автомойка находятся гаражи вот такой памятник красивый такие друзья сегодня видео было если нравится кому прогулки вы пишите мне под видео я буду в дальнейшем тоже снимать прогулки если они набирают много просмотров то конечно ничего мне в кайф снимать их стабилизатор у меня есть картинка не дергается могу даже бегать с стабилизатором и снимать для вас и все будет плавно красиво вот такая здесь заправка это называется байкальская региональная компания у нас вот так вот все здесь выглядит вот виадук наш любимый какие дома здесь шикарные построили всем желаю чтоб здесь жили вот в такой квартире жили в 100 квадратных метрах да сейчас квартиры маленькие продают например в 30 квадратных метров могут за 2 миллиона квартиры продавать а то могут и за 3 миллиона продать сейчас все видите какие цены наценились так что вот все друзья всем пока вот такое сегодня видео было небольшая прогулочка для вас если кому будет нравится напишите я буду дальше снимать какие-нибудь прогулочки так что вот такое вот сегодня видео было всем пока